Так вот, что стоит перед вами? Перед вами стоит Чиликин Алексей. Я вам честно и порядочно расскажу, что да, я пил. И пила и алкоголя очень-очень много. В среднем количество крепкого алкоголя, которое я выпил, было 2,5 тонны. Про алкоголь другой я ничего не говорю. Но так вот, в одно время я закончил употреблять алкоголь. То есть, 1 год и 7 месяцев я вообще не употребляю. И мало того, когда появился мой сын, а ему как раз год и 3, и 8 месяцев, я сказал, что он не должен смотреть, что я употребляю. Я перестал это делать в тех количествах. Что было до того как? Я уж не помню, сколько раз я обращался в наркологические клиники. Сколько раз меня зашивали. В итоге-то ничего не помогло. Потому что это были немножко другие наркологические клиники. которые в меня вливали растворы, и мне типа становилось хорошо. Но мы сегодня говорим о том, кто работает здесь, на проспекте Ленина 9. Здесь работает Шакуров Фаат Закирович. Так вот, это суперспециалист. И он не использует то, в чем в Соединенных Штатах Америки вас бы уже заковали. Потому что он вас не капает. Дело в чем заключается? У него очень-очень богатый опыт работы. И что он с вами делает? Он с вами работает. И убирает алкогольную зависимость. Каким образом это делается? А вот за этим я вам попрошу приехать сюда. Потому что те 20 тысяч человек, с которыми мы общались, в реальности не употребляют алкоголь вообще. А это, по сути, довольно небольшая часть нашего города Магнитогорска. Так что вам-то понять надо. Куда надо обратиться? Кстати, я толком и не понял. За наркоманию у нас суд и большой срок. Но почему никто не понимает, что алкоголь – это наркотик? И вы еще не поняли? Ну тогда мнение специалиста. А алкоголь, вот его свойство, как наркотическое вещество – это наркотик абсолютный. Вот первый свойств наркотика этого алкоголя, вот второй, третий. А вот тут, будьте любезны, можно слух прочитать. Вот. Употребление алкоголя, как и других наркотических веществ, вызывает болезненное влечение, обусловленное привыканием. Выдающий отечественный ученый и общественный деятель, академик, страстный борец с алкоголизмом, Владимир Макасбектов, создавший первую академию мозга, писал, «Бесспорно, что алкоголь является наркотическим веществом каковому свойству, а алкоголь главным образом и обязан своим распространением». Да, это наркотик со всеми вытекающими последствиями. А какие? Ну, давайте сразу к тому, что рано или поздно может с вами случиться. Это потеря памяти. Родную мать не помнит человек. Вот эти больные на вокзале у нас не знают, как зовут родную мать. То есть все, у него было все, а теперь ничего не стало. Внешний вид человека, внутри ничего человеческого нет. У него, у этого человека, самая настоящая деградация. Нету теперь у него из-за деградации ни семьи, ни детей, ни родителей, ни специальности, ни денег, ни его имиджа. У него есть алкоголь на третьей стадии деградации. Это путь к гибели. Самый, точно самый верный. В ближайшее время стакан или кружка пива может убрать столько биополя, на котором он еще держался, что после стакана пива он становится трупом. Ну нормально так. Я вам как-то объяснял вред пива. Хотите посмотреть? Есть ютуб. Ну нет у нас пива. Есть димедрол, растворимый в спирте. Я, конечно, не понимаю, но суть-то вам объяснил. Нормальные люди не могут себе сказать, что они были алкоголиками. Я говорю, что да, это было в моей практике. И была такая штука, что я не мог обратиться к наркологическим клиникам, потому что состояние было нехорошее. В каком состоянии вы можете принять человека? Я принимаю людей, которые и выпившие, и много выпившие. С целью не допустить инфаркта, инсульта. Гибель этого человека. Это новые взгляды. А в следующие взгляды, там 21 день надо, чтобы он в рот капли не брал. Помните, это была установка, в которой метод якобы Кадир создал Довженко. И за это время миллиарды людей погибли. Такой дурацкой установки. Вот это классно, да? Сидишь, ждешь и погибаешь. Вот точно, инфаркт и все, и хорош. И приехали, долг называется. Все, все, увозят, троят могилку. Ящик сложили, бог на встречу. Все, погребли. Я не буду говорить, как вы это делаете, но вы делаете наверняка, потому что у вас великолепный опыт работы. Вы в вашей среде 50 лет работаете, если не больше. 53 года доктором работаете. А 50 лет работаю. Вот тут данные конкретные есть, да? Сейчас я это уставил. Сейчас 50 лет я уже работаю. Вот наши особенности, как мы работаем с этими пациентами, у которых зависим от спиртного. Дело в том, что люди в большинстве абсолютном привычки питейные принимают за какую-то нашу традицию национальную. В чем глубочайшие ошибаются, потому что великий Менделеев до того, как издать, выпустить свою таблицу Менделеева, которую мы все хорошо изучаем в школе, называется периодическая система химических элементов Менделеева, он провел исследование многих групп веществ и конкретно группу жидкости, жидкости, которая от 1 градуса до 99 градусов, содержится в 25 УАЖ. Этиловый спирт, переводный русский язык. Он написал, что вся эта группа веществ, отманывающих градусов, относится к пятой группе веществ наркотического действия. Свойства наркотиков только большая доза дает 6 обманов любому человеку, выпившему алкоголь. То есть тепло, эйфорию, возбуждение, потом веселость, потом нарушение центра равновесия мозжечка и шумил алкоголь сам в канал, падает человек. Да-да, и это с вами будет. Я специально тему тут такую объясняю подросткам. По сути, мы не пили, но в нас эту штуку воспитали. А есть еще и то, что принесенное нам научно-исследовательским прогрессом. Наркомания, алкоголизм, игромания, твакурение, в том числе, спайс. Этим всем вы занимаетесь? Я этим занимаюсь 40-50 лет. То есть надо понимать, что не только алкоголики к вам должны обращаться, а все остальные, у которых проблемы с психикой в том числе? Обязательно, потому что у нас имеется в 9-м аналипсих больнице группа пациентов, которые сейчас не пьют, но не пили. А теперь у них 4 психоза. То есть они опасны себе, окружающим. Наркомания рядом с ними опасны для здоровья жизни. А как окружающих, так и этих людей, которых по закону закрыть психбольницу, иначе трагедии не избежать. Он с собой совершит что-то. Повесится, разрежет вены, или примет что-то ядовитое, или кого-то уничтожит. Нет коррекции, то есть нету регулирования поведения у этого человека, ибо голова загружена алкоголем, она разрушается постоянно. Один стакан крепкого алкоголя, водка, виски или шнапс, убивая 170 тысяч. А вот это правило. То, что дурманит наш мозг, крайне губительно. Да, понятен результат. Все, кто работает и работают мозгами, к алкоголю тянутся. Но не в том-то суть. До поры, до времени вы получаете удовольствие. А потом... Выписали его со сценаров, где лечили якобы там уколами, капельницами, вот таблетками от алкоголизма, от кодезависимости. Вышли и начали они выпивать. Ко мне пришли сейчас по много лет. Вот у меня имеются доказательства, это отзывы моих пациенток, где есть отзывы. Там есть люди, они пишут 2 года, 4, 8, 6, 12, 18, 20, 24 года. Хотя у некоторых ученых в медицине бытует мысль, что огонь незачим. Я не согласен. Потому что к такому понятию, как поколение, относится к такой период времени. Если вы знаете, подскажите, пожалуйста. 20 лет. Умница! Ваша зачетка, как говорит товарищ студент профессора. 20 лет. Так вот, малые у нас это что? Вот это поколение. От 1 года, когда начал ходить, до 20 лет. Средние от 20 лет до... От 21, вернее, до 40 лет. Старше 41 до 60 лет. То есть там уже на пенсию по первому списку, по второму, по третьему. Это средний рабой, это энергичный возраст. 75 лет, ну, пожилые, с 75 начинается. Вот. Далее, 85 лет, это старые люди, старики считаются. Так делятся по взрослому принципу. Люди в разных поколениях, в разных странах. Видите, как интересно. Так вот, вот там имеются наглядные факты. Люди, написавшиеся их реквизитами, их подписью, росписью. Пожалуйста, можете посмотреть. Вот это да. Но это только часть работы, которую может делать специалист высочайшего профиля. И честно, я сюда пришел не за этим. Но и мой результат был подтвержден. Да, конечно, специалист в возрасте. Но в этих делах возраст не помеха. Он просто не хочет, уйдя на пенсию, наблюдать наши расстройства. А ведь он их правит. Причем делает это, основываясь не только на Отечестве. Потому что вы знаете, что такое является он им. Он проездил весь мир. И является очень крутым специалистом во многих областях. Так что, если у вас проблемы с нашей жизнью, и я не понимаю, у кого их нет, то лучший решатель ваших сложностей находится на Ленина в 9. В медицинском центре Гармония. Итак, 20 тысяч человек, которые не употребляют алкоголь. Да их, наверное, должно быть и больше. Потому что этот специалист работает классно. Он делает дело и показывает вам. Но не только этим вещами он занимается. Он является кандидатом медицинских наук, наркологом, психотерапевтом, биоэнерготерапевтом международной категории, руководителем медицинского центра Гармония. Кроме всего, он не только алкоголем занимается. Он еще легко и свободно лечит порядка 30 заболеваний, которые я не могу вам объяснить. Но вы поймете, когда придете сюда, поверьте, это того стоит.